Мастер Триптиха Моррисона, голландский художник, работал в Антверпене в начале 16 века. Имя он получил от названной работы по имени Альфреда Моррисона, самого раннего владельца этой работы, британского коллекционера. Также мастеру Триптиха Моррисона приписывается еще несколько работ. Поклонение волхов, находящиеся в художественном музее Филадельфии, Триптих в Лондонской национальной галереи. В Национальном музее древнего искусства в Лиссабоне находится Триптих, приписываемый этому художнику, на боковых панелях которого изображены евангелист Иоанн, Иоанн Креститель, на главном Богородице с младенцем и ангелами. Еще одно панно, приписываемое этому художнику поклонения пастухов, находится в Утрихте, в музее монастыря Святой Екатерины. Триптих Моррисона – это запрестольный образ в Триптихе, выполненный мастером и, вероятно, написанный около 1500 года. Работа слабо повторяет композицию более раннего Триптиха, ныне находящегося в Вене, «Алтарь святого Иоанна», автор Канс Мемлинг, с добавлением ангела, играющего на людней. Новую композицию, в свою очередь, скопировал Иоус Ван Клеф, в другом запрестольном образе. Подобные заимствования очень распространены в раннем нидерландском искусстве. Внешние панели украшены картинами, изображающими Адама и Еву, персонажей из Ветхого Завета. Эти раскрашенные скульптуры Адама и Евы отбрасывают тени справа от себя, а передняя панель окрашена так, чтобы отражать свечу, которая будет помещена на алтарь, перед этим алтарем. Пьедесталы, на которых стоят скульптуры, выступают в сторону зрителя, выглядят трехмерным и включают зрителя в свое царство. Панели открываются, открывая пейзаж на заднем плане, а на центральной панели – изображения Девы Марии, Магинца Христа и ангелов, центральных фигур христианской религии. Три сцены внутреннего вида соединяют не только напольная плитка, голубое небо и сплошной пейзаж, но и повторение архитектурного арочного мотива и билюстрады с узором верхней части изображения. Хотя дизайн является непрерывным, персонажи, изображенные на внутренней, левой и правой панелях, находятся не совсем в том же пространстве изображения, что и центральная группа, хотя они разделяют архитектурную среду. Причина в том, что наиболее необычно – боговые панели не обрамлены, а вокруг центральной панели находится рамка. Иконография. Когда панели триптиха закрыты, Адам и Ева – предметы первородного греха – изображены на внешней левой Адам и правой Ева в панелях триптиха. Когда панели триптиха открыты, изображения, которые сразу же узнавал любой, кто смотрел на них в XVI веке, показывают восседающие на троне Деву Марию в сопровождении младенца Христа и двух ангелов. На внутренней левой панели – Иоанн Креститель со своим атрибутом ягненка. И на внутренней правой панели – Иоанн Евангелист со своим атрибутом чаши. Иоанн Креститель со своим атрибутом ягненка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По возвращении Ефая с поля битвы на встречу ему вышла его единственная дочь И несмотря на то, что он был сильно опечален этим, жертвоприношение было принесено Открытая перспектива триптиха изображает жертвоприношение и спасение Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok